Доброго дня, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих, и сегодня в программе. Рождение Бога-младенца. Окунитесь в атмосферу богослужения в Знаменском кафедральном соборе в рубрике «Лес комментариев». А в рубрике «Репортаж» вы узнаете о подробностях прошедшего праздника. Актовый день с ректором. Митрополит Аристарх принял участие в праздничном богослужении Собора Рождества Христова при Кузбасской семинарии. День памяти первомученика Стефана. Глава Кузбасской митрополии возглавил Божественную литургию в Прокопьевском соборе Рождества Иоанна Предтечи. Рождество твое, Христи Боже наш! Концерт Воскресной школы Знаменского собора по случаю торжества состоялся в актовом зале Кемеровской епархии. Глава Кузбасской митрополии Глава Кузбасской митрополии Глава Кузбасской митрополии Глава Кузбасской митрополии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом Богопознания. В ночь с 6 на 7 января православные Кузбасса встретили праздник Светлого Христового Рождества. В одном из самых любимых храмов областного центра, Знаменском кафедральном соборе, в службе по традиции приняли участие несколько сот верующих. Возглавил богослужение митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх. Как отметил глава Кузбасской митрополии, Знаменский собор, как и вообще любой храм, смог стать в эту ночь вместилищем для всего народа. И все были объединены одной, но очень важной задачей – прославить родившегося Бога Младенца, прикоснувшись к тому, что Он сделал возможным для любого человека стяжанию Царства Небесного. Ночное богослужение состояло из Великого Повечерия, Утренней, Часов и Божественной Литургии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На литии митрополит Аристарх осветил хлеб, пшеницу, вино и елей. На утренний архиерей прочел евангельское чтение, в котором апостол Матфея описывает события Рождества Господа нашего Иисуса Христа, а также помазал священнослужителей освященным ранее маслом. По окончании утренней главу митрополии и православных Кузбасса от лица главы региона поприветствовал Алексей Зеленин. В ответном слове владыка Аристарх просил передать Аману Тулееву благодарность за постоянное внимание к православной церкви и заботу о нравственном состоянии кузбассовцев. Будем с вами сейчас молиться о том, чтобы наступающее новолитие стало годом благостей Божьей, чтобы он был мирным, благополучным и созидательным для нашего Кузбасса, для русской православной церкви и для каждого из нас с вами. Аминь. После чтения часов была совершена божественная литургия по чину святителя Иоанна Златоуста. По евангельском чтении митрополит Аристарх зачитал рождественское послание святейшего патриарха Московского и всеяруси Кирилла. Когда люди, скептически относящиеся к религии, говорят, что ничего в мире не произошло, что он такой же грешный, несправедливый и кровопролитный, каким был и до Христа, они говорят только об исторической реальности. А эта историческая реальность, она и не может измениться до тех пор, пока человек не исправит свое внутреннее состояние, не сделает его достойным и правильным. Вот именно ради этого и существует запись, которую оставал на земле не человек, а сам Господь Иисус Христос, воплотившийся и ставший Богом человеком. После литургии священнослужители совершили славление Рождества Христова, исполнив перед иконой праздника тропарь, кондак и величание. Этот праздник для меня самого маленького детства, великий праздник Рождества Христова, Крещение и Пасха, это самые такие праздники и Рождества Христова. Даже как бы радуешься и как бы все отходит, что ты как родился, а Господь Бог тебе помог. И в это надо верить. Это Рождество Христово, это для нас, чтобы мы жили, чтобы мы радовались, чтобы мы благодарили Господа Бога за это, за все. По окончании богослужения архиерей поздравил прихожан собора с праздником и призвал на всех благословения рожденного ныне Бога-младенца. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский арестарх совершил божественную литургию в соборе Рождества Христова при Кузбасской православной духовной семинарии. 8 января Высокопреосвященному владыке сослужили протеерей Дмитрий Мошкин, секретарь Кемеровской епархии, иерей Андрей Маяренко, первый проректор духовной школы, протеерей Виталий Макаров, ключарь Кафедрального собора, протеерей Александр Орлов, иеромонах Андрей Чудинов, проректор семинарии по научной работе, священники Василий Вавренюк, Иоанн Павлюк, Павел Терентьев, Диаконы, Вячеслав Ланский, Аркадий Тишкин, Дмитрий Востриков, Федор Кытмунов. На малом входе митрополит наградил клирика Собора Рождества Христова иерей Павла Терентьева правом ношения на бедренника. Перед причащением мирян иерей Василий Вавренюк зачитал рождественское послание, высокопреосвящение Шевари Старха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского. После отпуска литургии священнослужители совершили славление перед иконой Рождества Христова, исполнив тропарь, кондак и величание праздника. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Гладыка совершил окропление верующих святой водой, по случаю престольного дня, который Собор встретил накануне. По окончании богослужения, молодыка Аристах обратился к присутствующим в храме с архипастерским словом, посвященным событию Христова Рождества и значению Боговоплощения для человеческого рода, а затем передал дар Собору Рождества Христова ковчег с частицей мощей есиноватских новомучеников, святых сербской православной церкви. Я всех вас поздравляю с этим великим славным праздником с Рождеством Христовым. Сугубо поздравляю учащих и учащихся в узбасской православной духовной семинарии с престольным днём этого Собора, который был освящен предстоятелем нашей Церкви, святейшим патриархом московским и всея Руссии. В этот же день в актовом зале духовной семинарии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в торжественном акте, приуроченном к празднику Светлого Христова Рождества. Проверка учебным комитетом осуществилась в отношении всех существующих семинарий в Российской Федерации. И на сегодняшний день 38. Был составлен рейтинг. На сегодняшний день, а лучше сказать, по состоянию декабря 2016 года Руссбасская православная семинария вошла в десятку первых семинарий русской православной церкви. Заключительной частью акта стало выступление воспитанников семинария и детей священнослужителей Собора Рождества Христова. Песня «Святая Дева, Матерь Божия, благая Бога Родица, не остави нас в своею вечную и доброю молитвою, вознеси над нашими главами и душами, а не голубь лица, святую явленную и радость ожидания примирить свою. Заступися и помилуй Матерь Христа Бога». Волшебный дух Рождества царил уже на подходе к Собору. Пришедших на праздничное богослужение верующих встречала импровизированная снежная пещера, где, согласно библейскому сюжету, Дева Мария склонилась перед яслями с новорожденным Иисусом, которому предстояло стать спасителем человечества и умереть в искуплении людских грехов. Эхом разносящиеся внутри вместительного храма стройное пение и праздничные одежды многочисленных служителей церкви лишь подчеркивали значимость и торжественность момента. Несмотря на то, что Божественная Литургия во главе с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом длилась более двух часов, людей только прибавлялось. «Мы с мужем очень давно хотели посетить этот храм Иоанна Претичи. Тем более сейчас идет такая служба замечательная. Посмотреть этот храм, помолиться, обысопших, поставить за здравие свечи. Впечатление очень замечательное. На душе, когда заходишь в храм, такое испытываешь умиротворение». «В нашем храме такая благодать. Я очень довольна, очень рада. Приехал владыка Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Аристарх. Служба очень божественная, красивая, благодатная. Такой, как говорят, бальзам на душе». У желающих и духовно подготовившихся прихожан была возможность пройти таинство причащения и исповеди. И пусть каждый молил спасителя о своих личных надеждах и чаяниях, рождественская проповедь митрополита Аристарха нашла отклик в сердцах всех собравшихся. Ведь на первое место он поставил самые важные сегодня слова – мир и согласие. «Дорогие прокопчане, в эти святые рождественские дни мы хотели бы всех вас поздравить с большим, светлым, радостным праздником с Днем Рождества Христова и наступившим новолетием. Пусть радость этого праздника просветит наши с вами чувства и души, наполнит их теплом и добром. Так сегодня необходимо в наших человеческих взаимоотношениях в современном мире». И вот, вступая в новолетие 2017 года, церковь в эти рождественские дни особенно молится, чтобы он был годом благости Божией, чтобы этот год был мирным, благополучным и созидательным. Мы желаем, чтобы эти молитвы исполнились, и чтобы мы с вами жили в мире любви и согласия. Традиционный рождественский концерт, созданный силами маленьких артистов воскресной школы при Знаменском соборе, прошел 8 января в актовом зале Кемеровского епархиального управления. Программа началась с поздравлений и рассказа о празднике Рождества Христова. «Когда Господь родился, то это событие, оно отозвалось многими чудесами. Мы знаем о том, что ангелы воспели это событие и возвестили пастухам, которые были недалеко от того хлева, где родился Христос. Мы знаем о том, что даже языческие мудрецы также сподобились поклониться Христу, потому что ефлеемская звезда показала им путь. Таким образом, каждый человек, независимо от того, был он проводен иудеем или язычником, услышал весть о рождении Богомладенца Христа». Этой теме по традиции был посвящен весь концерт. Несмотря на то, что на сцене выступали любители, архитектоника всего выступления была очень сложной и профессиональной. В роли ведущих выступала целая команда ребятишек из средней возрастной группы. «С Рождеством вас поздравляем, дай вам Бог прожить без бед. Много радости желаем, много-много-много лет. Много радостей желаем, много-много-много лет». Дальнейшее повествование об истории праздника превратилось в большой спектакль, где современные родители не сумели объяснить сыну, что такое Рождество Христово. «Алло, привет! А он что? А она что? Да ты что?» А когда за дело взялась бабушка, ее рассказ перенес зрителей на две с лишним тысячи лет назад. Здесь были и царь Ирод, и его слуги, и пастух, и волхвы. «Вам причины нет страшиться, смерть должна веселиться, послан Богом для принести. Людям радостную весть в древнем городе Давида искупитель был рожден, Иисусом наречен». Ожившая история не оставила равнодушными ни детей, ни родителей, в том числе и потому, что возможность попробовать свои творческие силы дали каждому ребенку, в том числе и гостям из воскресной школы «Милосердие» при храме великомученика Пантелеимона и детской группе «Непоседы». Младший состав учеников школы представил зрителям сказку «Теремок» на новый рождественский лад. Праздник получился насыщенным, эмоциональным и очень красивым. Такое не забывается, оставляя в душе, будь то душа взрослого или ребенка, чистый и светлый след. Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вашими отзывами. Свои замечания и комментарии вы можете сообщать нам по телефону и адресу, который вы видите на своих экранах. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok